Книга Притчей, глава 3, стихи 6-10 Следует сразу отметить, что наставление из книги Притч адресовано отцом своему сыну, что указывает на то, что благополучие сына поставлено в его добровольную зависимость от отца. И согласно данной инструкции, которую Отец направляет сыну, почтение Бога от имения своего и от начатков всех прибытков своих связано с наличием страха Господня и удалением от зла, которые могут быть нашим достоянием при одном условии, если мы сделаем решение не рассматривать себя мудрецами в своих глазах. Сегодня самое великое зло среди народа Божьего, который думает, что он марширует в небеса, в то время как марширует в ад, это мудрецы в своих глазах. Это потрясающее инспекторство во всех отношениях. Люди приходят и большинство из них это инспекторы, они ученики, это не сыновья, связанные со своими отцами каким-то отношением. Это инспекторы, инспектирующие каждое слово, каждое движение, при всем этом имеющие каждое свое собственное независимое личное мнение, пред которым они преклоняются как пред божеством. Это и называется быть мудрецом в своих глазах. Поэтому это означает принимать решение и сходить в своих определениях, что есть добро и что зло. Нет своих разумных возможностей, а от делегированной власти Бога, поставленной над нами Богом, в лице наших отцов. В каждой церкви есть свой отец. И, конечно же, этим мудрецам легко выдергивать какую-то одну фразу и говорить, о, а что это все через тебя, это через каждого пастора каждой поместной церкви. Точно так, как есть голова в теле. Не существует много голов, не может рука выполнять функцию головы, не может глаз выполнять функцию уха, не может нос выполнять функции ног и так далее. И все равно эти мудрецы в своих глазах считают, что они все, буквально все в одном лице, они все тело в одном лице. И, разумеется, в этом беда тех людей, которые так считают. Но существует и другая категория людей, которая связана со своими отцами, и тогда Слово Божие дает им дальше. Показывает, что непризнание и непослушание власти подрывает назначение и качество наших приношений, которые на самом деле должны бы быть свидетельством признания над собою делегированной власти Бога. Потому что, когда мы приносим десятин, и мы этим самым признаем над собою власть. Это почтение Бога в лице Его власти и признание этой власти. А посему десятинные приношения могут почтить Бога и таким образом дать Ему право наполнить наши житницы до избытка. Во-первых, когда данное почтение, как мы говорили, является послушанием Богу и той власти, которую Он поставил над нами, 2 Коринфянам 8, 3, 5, подчеркнем эту мысль, Ибо они доброохотно, по силам и сверх сил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. То есть для того, чтобы приносить и служить, поклоняться Богу в десятинах, нужно вначале посвятить свое сердце, самих себя, Ему и, то есть вместе, одновременно, Его власти. Невозможно это делать отдельно. Во-вторых, когда в данном посвящении человек выражает свою надежду и исходит не от имеющихся у него прибытков или бизнеса или работы, а от имеющихся у него отношений с Богом. А посему десятины приношений, которые мы отдаем Богу, это долг чести, так как Бог достоин принять от нас славу и честь. Святые, не отделяющие Богу десятины приношений в согласии предписаний закона Божия, тем самым отказываются отдавать почести Богу, присваивая эти почести, предметы десятины приношений, либо себе, либо своим кумирам. Если человек задастся целью чтить Бога десятинами приношениями и его мотивом будет не наполнение собственных жизнестей до избытка, а возможность поклониться Богу и почтить Бога, то результатом такого приношения явится, во-первых, мудрость инвестировать свои деньги в правильное место и в правильное время, во-вторых, мудрость разумно восполнять свои желания, которые будут выражаться в том, что при восполнении своих желаний человек будет представлять интересы Бога. А это означает, что исполнение его желаний никогда не выльется, выдало поклонство, выраженное в поклонении вещизму, в многоценных одеждах, в беззаботном времяпровождении и в чрезмерных увеселительных пиршествах. Давайте вспомним притчу о Лазаре и о богаче. Она является прекрасной иллюстрацией неправильного восполнения своих желаний, когда попечение плоти превратилось в похоти. То есть мы понимаем, что произошло. Это был сын Авраама, потому что, будучи в аду, он обратился к Аврааму, называя его отцом. Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы он омокнул. А где ты был, когда Лазарь там был у тебя под столом и питался вместе с псами, крохами, которые падали со стола твоего? Где ты тогда был? Ты тогда думал, что ты маршируешь в небеса, а Лазарь в ад? А вот теперь результат. Где Лазарь, а где ты? То есть, когда люди получают материальное благословение, они должны правильно им пользоваться. Богач неправильно им пользовался. Апостол Павел прямо говорит, если Бог дал тебе богатство, им нужно очень разумно пользоваться. Это Божий дар. Одному дается одно, другому другое. Ты должен правильно его распределять и правильно им пользоваться. Все люди ответят пред Богом за те богатства, потому что на самом деле они нам не принадлежат. Господня земля и все, что наполняет ее. Господня. И если Бог доверил кому-то что-то, Бог спросит. И когда мы присваиваем, не считаем, что это Божье, а считаем, что это наш интеллект, наш опыт, наши возможности, мы глубоко ошибаемся. Мы начинаем поклоняться сами себе. Давид, обладая несметными богатствами, говорил, Господи, все это от Тебя и все это Твое, что мы приносим. Это все Твое. Пусть, говорит, вот эта мысль и понимание навсегда останется в сердце народа Твоего, чтобы нам найти благоволение в очах Твоих. Поэтому приношение десятин, в которых человек выражает свою любовь к Богу, поклоняется Богу и признает над собою власть Бога и отдает почести Богу, влечет за собою, как мы здесь прочитали, здравие тела, питание его костей. Это вообще потрясающая вещь. При правильном приношении, десятины приношений, мы можем получать исцеление. Там сокрыто исцеление. Мы ищем исцеление отдельно, а оно здесь. Почти Бога, а Бог говорит, это будет здравием для тела Твоего. Толк от того, что ты будешь богат и есть ничего не сможешь, потому что желудок болит. Потому что печень не справляется, почки не справляются ни с чем. Потому что нервы сдают, кровеносная система сбивается. То есть для чего тогда все это богатство, если нет здравия для тела? И мы знаем много миллиардеров, которые живут как кощей, сохнут над своим богатством, ничего не могут есть и все время зависят, платят сумасшедшие деньги врачам, которые постепенно приводят их к смерти. Давайте будем вести себя как дети Божьи, дети царя царей, у которых будущее новое небо и новая земля, а это все сгорит. Давайте будем вести себя действительно как евреи, пришельцы. Еврей, пришелец, не имеющий здесь города. Авраам искал города, художника и встретили которого Бог. Ниханан его влек, он находился и ходил там, а сам все время искал города, художника и встретили которого Бог, потому что знал, что только в этом городе он может познавать Бога и через этот город. И Бог открылся ему в этом городе. Еще тогда церковь не была явлена во плоти, но Аврааму было дано ее видеть в недрах отца. И он встретился со Христом, как главою этого тела. И апостол Павел говорит, и сам Христос говорит Авраам, рад был увидеть день мой. И увидел и возрадовался. Днем Иисуса Христа является его церковь. Он сказал, вы свет, вы день. Поэтому сейчас мы будем поклоняться Господу в десятинах и приношениях. Будем служить Ему, выражая это добровольно, радостно, этим самым признавая Его власть, выражая свою любовь, будем петь песню «После заката славное утро». Встанем, пожалуйста, поклонимся Господу, почтим Его. Насколько вы помните всякий раз, когда Израиль приносил десятины приношения в храм, Он обязан был возлагать свои руки на свои приношения по предписанию Моисея, который получил от Бога дивное повеление, которому Израиль был верен тысячелетиями до сего дня. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть, и ныне согласно Твоего Слова. Я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Аминь.